И продолжаем получать полезные знания, полезные информации, которые приводятся на работе в пресс-службе РСОР. Итак, сейчас я хочу вам представить нашего следующего спикера. Меня зовут Алина Каченко. Она является руководителем PR-агентства, коммуникационного агентства «Раши медиа». Собственно, это основной специалист, маркетолог и знающий человек в этой сфере. Поэтому сейчас мы еще больше погрузимся в тему продвижения и тему создания контента. И вообще бренд менеджмента как такового. Поэтому еще раз задаю вопросы. Если у вас есть какие-то моменты, которые не прояснены, пожалуйста, спрашиваем, задаем вопросы. Не боитесь, не стеснялся. Используем вопросы, которые у вас есть. Что я передаю слово? Всем привет. Сегодня я расскажу про бренд менеджмент и, соответственно, эффективное позиционирование и подвижение через бой. Поднимите руку у тех, кто учится на Альфа-Ми-ПиАр. Один человек есть. Отлично. На каком курсе? На первом инструкторе. О, коллега. Будучи наш коллег. Мы в ракетинг, в принципе, очень. Отлично. Ты вообще мой курс проходишь. Для тебя эта вся информация должна быть известна. Итак. Делай вид, что ты видишь, как презентация первый раз. Ладно, шуточки шуточками. Но давайте я сначала представлюсь. Меня уже представили частично. Но помимо всего прочего я предприниматель. Я бренд-аппосадовца проказания услуг мой бизнес. Я являюсь руководителем для департамента центра оказания услуг мой бизнес, соответственно. Я маркетолог, СММщик, автор и создатель проекта блога премии онлайн-инстаграма Real Awards. Вот эти те самые блогеры, которые вы посмотрите в инстаграм, вот они от меня ушли. Член национальной ассоциации блогеров. И, соответственно, руководитель коммуникационного агентства Russian. Ну, и приступим, пожалуй, к обучательной функции. Мне будет приятно, если будете обмечать меня в инстаграм. Как бы мой инфраграмм Олег Кравченко. Найти меня очень легко, потом ссылочка будет. Вот. Итак, в первую очередь бренд. Бренд профессиональный, соответственно, понятие. Это мужской руководитель, специальная публичная торговая марка, имеющая определенную репутацию у каждого потребителя. Бренд Apple, бренд Valenciaga, бренд Chacoban и так далее. Все мы знаем эти названия. Когда вам говорят о продвижении личного, например, бренда, личный бренд руководителя, личный бренд всего остального, работает все абсолютно так же, как и с брендом любой другой компании, но просто немножечко смещается фокус на персону. То есть вместо товара и услуги, которые предлагает компания, у нас есть фокус на персональное лицо. Это созданный образ, имидж и репутация, которая возникает в глазах общественных. То есть, грубо говоря, мы знаем, кто такая Ирина Шейк, мы знаем, кто такой Билли Алиш, кто такая Билли Алиш. Мы знаем, кто такой Степ Джобс, и мы знаем, кто такой Владимир Путин. Наверное, самый свинейший личный бренд, который есть, в принципе, на территории Российской Федерации не только. Но прежде чем приступить к формированию любого бренда компании или любого, в принципе, бренда, необходимо знать три волшебные буквы. Три волшебные буквы УТП. Что такое УТП? Это уникальное торговое предложение. Уникальное торговое предложение – это часть конкурентного преимущества, на основе которого клиент выбирает компанию или товар, исходя из свойств и услуги. Почему именно, если мы берем личный бренд, почему именно на тебя должен подписаться человек в Инстаграм, если ты ведешь Инстаграм? Почему на бренд твоей компании должен подписаться человек? То есть согласитесь, если я подписываюсь на аккаунт коммерческой организации, почему я должна смотреть абсолютно скучные новости, которые никому не интересны? Вот такие огромные посты, какая-нибудь фотка не самого лучшего качества со стока, и зачем она мне в моей прекрасной ленте, где я могу посмотреть на красивый визуал какого-нибудь красивого блогера с пособых навязчивой цитаткой под ним. Согласитесь, верно? То есть УТП – это не только про соцсети. УТП – это, в принципе, пропозиционирование компаний в целом на рынке. Про позиционирование мы поговорим с вами далее. Но когда мы формируем УТП, оно должно, во-первых, содержать конкретную выгоду, то есть, соответственно, зачем человеку это нужно, оно должно быть сформировано таким образом, чтобы конкурент не смог дать что-то подобное или не смог опередить человека. То есть, например, когда я заходила на рынок, вот, как раз таки Ирина меня знает, я только когда начинала, мое первое позиционирование было «Матик СМН». Вот, ну, я чисто по приколу, вот, меня реально, ну, меня кто-то так назвал, потому что я ему помогла на консультации. И я ему такая, он такой, «Блин, да ты мать СМН!» Мне это так понравилось, и я начала этот триггер использовать. Соответственно, уже впоследствии, когда я уже развелась до нормального человека, до нормального предпринимателя и стала заботиться о своем имиде, естественно, я этот триггер убрала, потому что, ну, для меня это уже детскость. Но триггер остался, и знакомые, просто друзья, товарищи, коллеги, которые со мной работают, у них этот триггер остался, они так меня, я у них так до сих пор в телефоне записывала. Но сам прикол, что мой конкурент, каким бы он сильным в рынке не был, каким бы он классным, там, пару-ну-ну, пару-ну не был, матерью СМН он назваться не может. Потому что этот триггер уже использовался мной. Ну, и прикиньте, да, какой-нибудь такой мой конкурент такой, «Я тоже мать СМН!» Ну, что скучал? То есть УТП – это вот как раз-таки именно эта функция. Вот. И также это предложение должно иметь большую силу для того, чтобы привлечь внимание потребителей к себе. То есть максимально то, что есть, вы должны выбрали на своего потребителя. То есть, грубо говоря, чем занимается там российский студенческий отряд? Вот. Чтобы у человека не вот так вот был вопрос, а чтобы он понимал, имел тот объем информации, где он найдет для себя что-то свое. Это понятно? Отлично. Едем дальше. Но помимо всего прочего, помимо составления уникальных торговых предложений, есть еще фактор конкурентности. Когда внешний имидж компании должен соответствовать ее внутреннему состоянию. То есть, да, мы все мечтаем работать в «Газпроме». Большая часть людей мечтает иметь работать в «Газпроме». И когда особенно прошел слушок, что даже у уборщиц там брендированные сумки. Брендированные, брендовые, господи. Брендовые сумки. Соответственно, все мечтают о работе, потому что там большая зарплата, большое все. Но мы никогда не знаем вживую тех людей, кроме топ-менеджмента, которые работают в «Газпроме». Потому что в «Газпроме», как правило, работают вот те газовики, которые в оранжевых жилетах вот так и ползают. И у них зарплата далеко не миллион миллионов, и далеко не все остальное. Но вы когда-нибудь увидите интервью в «Форбсе», вот этого чувака в оранжевом вилете? Нет. Вы увидите, как правило, какой-нибудь тот менеджмент, который зарабатывает миллион как раз-таки в месяц там, и он будет говорить о том, что наша компания лучше работает, наша компания классная. Потому что если выйдет чувак, который работает за 15 тысяч в месяц в каком-нибудь «Энергогазе», но это тоже как бы дочка «Газпрома», и скажет, я зарабатываю 15 тысяч в месяц, приходите в нашей компании работать, конгруентность не будет совпадать с имиджем компании. Поэтому конгруентность – это сочетание, позиционирование упаковки социальных сетей с образом, речью, окружением, поведением и в целом имиджем компании. Вот все это вместе должно сочетать единое целое. Ну и, соответственно, если вы продвигаете социальные сети, не нужно делать то, что вам противно, то, что вы не хотите делать, и если это противоречит вашему внутреннему, вы этого не делаете. Если касаемо себя, продвижения в соцсетях. Соответственно, с компанией то же самое. Если вам не хочется писать на определенную тему, вы понимаете, что эта тема вам не подходит. Например, актуалочка, ну не актуалочка, я веду аккаунт организации, серьезная государственная организация. Если бы я в этом аккаунте начала бы проявлять свои политические позиции, куда бы меня послали через 3-2-1? Далеко и по-крупному. Поэтому свои личные позиции я никогда не должна транслировать через аккаунт компании, какими бы хорошими они у меня не были. Ваша задача, работая над аккаунтом, всегда держать максимально нейтральную позицию. Потому что яркий кейс такого неудачного взаимодействия СММщик авиаследства. Где компания потеряла огромные убытки только лишь из-за его дюже активной политической позиции. Шуточки, шуточки, ну и мемасиками, мемасиками, но компания реально потеряла. Потому что потом, как чувачки пришли домой, на 15 суток его упаковали, а у компании нет другого СММщика. И аккаунт молчал 2 недели. Вот такого быть никогда не должно. Поэтому все свои внутренние позиции мы оставляем для себя. На аккаунте мы это никогда не транслируем. Итак, создание, в принципе, этапа создания бренда. Это в первую очередь цель и полагание. Зачем нам это нужно? Для чего нам это нужно? Для кого нам это нужно? И к какому результату это должно привести? Планирование проекта. Не знаю, как ее брать. Планирование проекта. То есть вы должны понимать все этапы построения, вашего брендинга, вашей компании. Анализ текущего состояния. Вы должны каждый месяц проводить. Ну, не аудит. Про меня уже Татьяна рассказывала. Анализ эллиночной ситуации. Что происходит вокруг. Что происходит в политическом поле. Даже банально. Мопал рубль или нет. Далее. Формулировка сущности. Это как раз-таки тот имидж, образ и все остальное в компании. Все, что видят вокруг. Стратегия управления. Как это все будет реализовываться. Продвижение бренда. И, соответственно, мониторинг эффективности. То есть, если у вас, как у представителей пресс-служб, стоит по KPI 100-500 упоминаний в СМИ, вот вы должны вот по вот этой штуке все это делать, чтобы в конце по мониторингу эффективности сказать, пожалуйста, 100-500 упоминаний. Не важно каких. Если у вас не стояла цель каких. Но 100-500 упоминаний есть. Яркий пример подобной интеграции и как раз-таки формирования персонального бренда у компании сейчас Альфа-Банк. Кто сейчас является брендом-амбассадором компании? Ярко Штар. Ярко Штар. Да. Почему? Потому что у молодого человека упоминаний в соцсетях и не только выше, чем у кого и только можно. И если Иван Ургант, лицо которого транслируется круглосуточно на федеральных сетханалов, потому что Ванечка хороший и Ванечка работает на более старшей аудитории, то на молодой сегмент нужно брать именно того человека, который трендит. Но согласитесь, Сбермаркет, Сбербанк, Сбермаркет и так далее рекламируют не лето. Банк Открытия рекламирует баста. Кого мы берем Альфа-Банк? С Моргенштерном. Но у подобного взаимодействия есть свои плюсы и свои минусы. Потому что недавний скандал, когда выяснил, что Моргенштерн никакой не директор по работе с молодежью, а это просто было для упоминаемости в СМИ, пресс-служба Альфа-Банка получила больших люлей. Потому что это все всплывало. Это обратная сторона хайпа. Потому что когда они сняли ролик, ну клик с ним, вот на этом можно было и остановиться. То есть они сняли ролик, продали 25 карточек, тысяч карточек. То есть KPI выполнено, перевыполнено. То есть свою работу пресс-служба выполнила идеально. И на это можно было бы заканчивать. Но они решили сделать круче. Типа, а мы наймем Альфа-Банк? Сделали с ним фотку красивую. Сделали ему пост в Инстаграме. Вы купили этот пост в Инстаграме. Он там пару раз сказал, что да, действительно, я с ними работаю, но по факту его никто не видел. И когда у аудитории начались вопросики, типа, а работает ли у вас такой человек? Они такие, не, 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 не работает, не работает. Особенно, когда этот скандал начал, когда к нему начали предъявлять претензии по поводу наркотиков. Они такие, не, 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 этот чувак с ним не работает. Не, 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 мы вообще не в курсе. У нас брендом вас одарует. Они такие, ну вы же только что кричали, что вас макричат. Не, не, не. И вот одна из задач пиар-службы никогда не говорили. Топи до последнего. Всегда говори да. Да, это наши стратегии. Да, мы всегда правы. Поговорят, пошумят, потом успокоятся. Даже если это на косячек. Вот. Ну и в итоге сейчас они выпустили, выкупили еще один ролик у Моргенштерна, что типа якобы вся тусовка затевалась для того, чтобы снять им ютуб-канал. Вот. Как вы думаете, чем это все закончится? Пресс-службу выпернут через 3, 2, 1. Уже новая, кстати, соискательная вещь. Реально. Вот. Едем дальше. Можно посмотреть? Нет, вот эта стрелочка. на мушках где-то активизировалась. Итак, поэтому позиционирование — это самый важный фактор влияния на рыбу. Просто важнейший фактор влияния на рынок. Итак, позиционирование относится к инструменту для продвижения бренда, который бренд занимает в сознании покупателей и то, что его отличает от конкурента. Соответственно, конкурентное преимущество. Чтобы позиционировать товары и бренды в компании, нужно подчеркнуть отличительные черты своего бренда. Что это такое, что делает и как. Каким образом заходил бренд Apple на рынок? Они показали, что их продукция не только стильная, красивая, молодежная, но она еще максимально удобная. Что ее операционная система не подвергается вирусам, что данные максимально защищены, что ничего невозможно им сделать, и техника Apple максимально выносливает. В итоге большая часть планеты сейчас пользуются техникой Apple. Несмотря на ее цену, несмотря на ее косяки, несмотря на то, что впоследствии MacBook умрет через 10 лет, а iPhone умирает каждые 2 года, все равно все покупают. Потому что изначально было позиционирование на качество. Просто сам прикол, что мой четвертый iPhone до сих пор живой. Вот ему хоть бы что. Мой последний iPhone умирает. Ему только 2 года. Поэтому позиционирование – это то, что вы вносите в голову потребителя. И позиционирование бренда строится на особой платформе бренда. В первую очередь – это продукты и услуга. Если мы говорим про личный бренд, это непосредственно персона, на которой все это зациклено. Далее – потребитель целевая, для которой это все непосредственно настроено. миссия компании. Зачем она это делает? Для чего она это делает? Ценности компании. То есть, что делает уникальным этот бренд? Характер компании. Например, если мы возьмем бренд RGD, мы монополисты, мы такие крутые, а взять какую-нибудь укрзалезный, сюда – кто это вообще? И видение о будущем. Вот эти все штуки позиционирует бренд. То есть, у вас может быть не очень классный товар, у вас может быть не очень классная услуга. Вы не понимаете, кто ваш потребитель. Но миссии, ценности и характер, которые совпадают хоть с одним человеком, который вас смотрит, приведет вам покупателей больше и потребителей вашего продукта, чем все вместе взятки. Поэтому, почему сейчас все идут на эко-тренды? Почему сейчас все поддерживают молодежные направления? Почему сейчас все стали активными и общаться со своими пользователями? Даже политические деятели, обратите внимание. Можно написать комментарий в директу губернатору. Представьте такое 10 лет назад, что ты можешь написать в директу губернатору, и он тебе ответит. Сам прикол, да? Он тебе ответит. Вот такого еще 10 лет назад не было. Сейчас это есть. И если ваша компания будет разделять вот эти вот все штуки со своей аудиторией, у вас просто сложится любовь и отношения. А лояльная аудитория приводит еще больше лояльной аудитории, чем все ваши трудоцентраты вместе взяты. Поэтому определяем миссию, определяем ценность, определяем характер и видение души. А потом все остальное. И рассматриваем в том числе конкурентное позиционирование. Конкурентное позиционирование – это образ, миссия, чувство компании, которые должны строиться в глазах конкурентов. Да, которые должны строиться в глазах конкурентов. То есть ваши конкуренты должны понимать, что вы сильный лидер, не важно, какие у вас внутренние процессы, не важно, что у вас все строится через, не говоря, одно место. Конкуренты должны всегда думать, что вы впереди планеты всей. Почему? Потому что если конкуренты так думают, так и думает целевой сегмент. Суть пиара в чем вообще состоит? И любого брендинга, любого имиджа. В том, чтобы люди думали именно то про нас, что мы хотим, чтобы они думали. Потому что только таким образом посея в зерно, так сказать, сомнения, вы в головах можете за секунду потерять имидж, потерять репутацию, потерять все, потерять деньги в том числе. Оно нам надо. Поэтому все вокруг должны думать, что вы крутой. И если другие думают, что если просто ваши конкуренты говорят, что они могут? Вот реально, что они идти? Какая-то подобная компания какая-то. Вот кто они такие вообще? Вот мы-то, мы-то. Вот вы должны говорить, вот мы-то. А они никто. Только в таком случае у вас будет успех. Поэтому не думаем, реализуем. И если очень много думать, задача пиарщика – думать в моменте. И задача пиарщика и любого человека, который работает в прислужбе, а прислужба – это пиар, ты думаешь в моменте, согласовываешь в моменте, делаешь в моменте, впоследствии, ты должен знать, как разгребсти, если ты с тем, подумал немножечко никуда. Поэтому ты должен продумывать на 10 шагов вперед. Что я буду делать, если вдруг пойдет что-то не так? Что я буду делать, если вдруг что-то будет вообще не в ту степь? Вспомним яркий политический пиар, который был в прошлом сезоне до прихода Андрея Генча. Когда уходил Потопский, помните, да, как Рыбаков возил по всему городу Винни-Пуха с Листорговой? Вот. И Потопский что делал? Он такой, уберите этого Винни-Пуха, типа давайте его там накроем пакетами, давайте это. Грамотный пиар бы составлял, знаете, в чем? Если бы Потопский скупил бы всех этих Винни-Пухов, выставил бы их на площади и стал, это мои безбиратели. Вот это было бы хайпово, вот это было бы классно, вот это бы перевернуло вектор на то, что губернатор свой человек, и он понимает, в чем прикол. А то, что он пытался закрыть с этими черными пакетами этих несчастных Винни-Пухов, это вышло наоборот, типа ага, он боится, он стесняется. Поэтому никогда мы не должны думать, что... Короче, никогда не нужно делать так, чтобы другие люди думали о нас плохо. Пусть думают. Пусть думают. Даже если они думают, вы можете засеять в них зерно положительного сомнения. Думать о нас хорошо. Сделать так, что хотят делать, дать им то, что хотят получить именно они. Почему Маргенштейн популярный? Он дает то, что people have it. Вот они хотят думать про него плохо, он такой, я сделаю, чтобы думать про него плохо. Потому что те, кто понимают, какой это человек на самом деле, а он гений маркетинга. Тонкого маркетинга, тонкого пиара. Они понимают, блин, чувак красавчик, он делает такие вещи, которые просто никому не удавалось делать. Поэтому он прикинь маркетинга. Еще есть такая волшебная технология, называется шерму технология. У меня очень плохо с английским, поэтому просто я скажу управление и репутация этой технологии. Называется нортиком в языке. Зачем она нужна? Вообще кто-нибудь знает, что это такое? Это такая штука, когда ты заходишь, например, вводишь в арканоплевали отзывы и видишь первый отзыв с двумя звездами, со словами «Я чуть не отправился в этом кафе». Вот твоя задача, как пиарщик, сделать так, чтобы вот этого не было. Вот вообще не было. Как ты это сделаешь? Это твои проблемы. Ты можешь связаться с техподдержкой. Написать им, что, ребят, не объективный отзыв на самом деле. Ты можешь написать этому непосредственному человеку уладить отзыв. Ты можешь дать опровержение. Ты можешь взломать этот сайт, наняв каких-нибудь правильных ребят, которые просто уничтожат всю непотребную информацию от твоей компании в интернете. Вот, когда вы работаете в присутствии, это ваш ключевой навык, ваша ключевая компетенция, умение управлять репутацией. Потому что один позитивный человек приведет пять позитивных. Один негативный приведет десять негативных и еще старо скажет, какой вы нехороший человек и какая ваша компания не очень. Когда-то зимой, я помню, случилась такая ситуация с отцами и детьми. Отцами и детьми. Сестерат. Они привезли, видимо, некачественный продукт и после этого с кишечной палочкой слегка и сестерат. После гастроужина с креветками, там, какие-то устье, с обвинительными. Об этом борьбили все социальные сети. Все паблики. Типичный Орел, не типичный Орел, бла-бла-бла все дела. И когда ресторан сейчас закрылся, и я читаю отзывы об этом ресторане, то есть вот по последний пост, ребят, мы закрываемся, бла-бла-бла. И там до сих пор люди пишут о том, что, ну да, перетравили полгорода, а теперь решили закрыться. Хотя, ну, как бы, дело, как бы, полугодовалой давности. И они, вместо того, чтобы отработать возражения, что это не косяк ресторана, что люди отравились, что это косяк, по сути дела, поставщика, который их обманул и привез в некачественную продукцию, вместо того, чтобы отработать какие-то возражения, они предпочли под постом, где люди об этом жаловались, они просто предпочли закрыть комментарий. Вот молчание, молчание управления репутацией, это самое плохое, что может только быть. Никогда не нужно молчать. То есть, в современном мире уходить вот так вот, оно само пройдет. Это еще хуже, чем дать объективный, нормальный ответ, который будет максимально нейтральным, который не будет оскорблять ничьи мнения, вероисповедания, желания, сущности и так далее. Но он будет отвечать всем требованиям тех людей, которые хотят услышать именно этот ответ. Далее. Ну, помимо еще темы, есть еще другие, да, SEO-оптимизация, работа с лидерами мнений, работа с негативом, работа с позитивом. Это все очень полезные штуки, и, как правило, на рекламе и пиаре их должны учить. Вот. Потом вы ко мне, когда обратитесь, после нашего вебинара, я вам подробнее расскажу про эту штуку, еще вам дам доступное место на свой курс персональный бренд, там мы прям вообще каждую штуку рассматриваем отдельно. То есть, как работать, если на тебя вывалилась незаметная куча хейтеров. Ни с того, ни с сего, потому что ты выложила на экранную фотку. Вот. И вы должны понимать, что работа с репутацией, работа со всеми такими вещами, это долгосрочная работа. Кропотливая, ежедневная работа. Если вы пришли работать в пресс-службу, вы должны понимать, что вы должны работать, ну, если не 24 на 7, то хотя бы свой положен играть. Почему? Потому что какая-нибудь фигня может случиться и выходной день. А когда ответ выходит спустя 3 дня, когда СМ-чик вышел из запоя и такой ща ответим, ща ответим, а тут уже скандал просто на грани разрыва. Яркий такой скандал был с журналом «Гламура» «Женщины года». Когда Рекина Тудоренко накосячила, на выходном это было, журнал «Гламур» молчит у СМ-щика выходной. А у них уже все комментарии забиты тем, что типа как у вас может быть такая женщина года? Как вот, что это такое? То есть и хейт, ненормированный хейт выливается на это джунал, который по сути дела тут ни при чем за то, что какая-то женщина, ну мягко говоря, неправильно выразила в своем прямом эфире. Она даже не подумав выразилась про домашнее насилие. Она просто сказала, он такой, а что такого? И вот это, а что такого, оно рушит не то, что репутацию, она потеряла в деньгах очень сильно и до сих пор ей это аукраится. С ней растут короче, холдинг, который Пепсуко, с ней растут контракт, с ней растут контракт Мерседес, с ней растут контракт Апамперс, и еще куча-куча-куча всяких мелких ребят, которые все-таки заботятся о своей репутации. Они ее скинули. Сегодня она была и брендом Басадорума и зарабатывала отхитительные деньги. На следующий день она потеряла в убытках по подсчету около 15 миллионов рублей, что ли, а то и больше. Вот представьте, да, вот тут. И, естественно, она тут же начала давать опровержения, давать все дела, вот. Но журнал «Гламурт», который, по сути дела, ни в чем не мало. Он не несет ответственности за ее слова, за ее деятельность, за ее поступки. Но она их брендом Басадор, по сути, делал «Женщина года», это, по сути, делал брендом Басадор-журнала. Получил, так сказать, неприятное известие в понедельник, когда вышли на работу и открыл комментарий. Ну, естественно, они дали ответ, они очень хорошие дали ответ и поступили правильно. Они сказали, мы снимаем титул «Женщина года», мы его отдадим Моргенштернам. Тут они убили два хайпа, что уж лучше у нас будет Моргенштернам «Женщины года», чем Тодоренко. Но, тем не менее, в итоге Моргенштерн на этом хайпует, зарабатывает деньги. журнал «Гламур» молодцы. Ну, не сразу молодцы, но молодцы, это Доренко, но сейчас пытается восстановить всяческую репутацию, как бы, теперь активно поддерживая жертв домашнего насилия. И вообще, любая такая штука, которая остро-социальная, любой шаг в сторону, может просто обернуться крахом потери репутации. Поэтому над этим нужно работать. Поэтому вот эти технологии, они, собственно, созданы для того, чтобы смягчить все эти выплески в сети интернет. И с интернетом мы можем прорабатывать это в живую. То есть мы можем на это все повлиять. Если у вас под окнами стоит огромный митинг, вот на него уже сложнее повлиять, прорабатывая каждого человека лично. А вот через интернет влиять можно. Поэтому интернет это ваш основной ключевой инструмент. Но помимо всего контент решает. То есть то, что вы транслируете через контент, то, что вы транслируете, должно всегда совпадать с вашими ценностями, миссиями и прочей той ерунды, о которой я говорила вначале. Соответственно, 99% можно закрыть через историю. Через потребность людей общаться с вами. То есть если вы ведете просьбой компании, вы должны учитывать, что доброе утро, ребятки, сегодня хороший день, чашечка, кофе вам, это не очень хорошо. Но у компании должен быть глаз. Все равно он должен быть. Не глаз, а глаз, волос. вы можете выбрать этого человека каким-то официальным лицом, который будет вещать какие-то вещи. Но когда вы ведете коммерческий профиль компании и такое «Доброе утро, мои подписчики, а сейчас я буду есть колбасу», ну это такое себе. Особенно, когда ты приходишь в аккаунт за какой-то полезной штукой и видишь, как собственник жрет колбасу, ходит на шугаринг и делает прочие вещи, ну ты не за этим сюда пришел. Поэтому разделяем. Разделяем. Ну и, соответственно, рассказываем о вас, о деятельности как о компании. Показываем за кулисье, показываем полезные разные штучки, да, личный опыт показываем, то есть как компания росла, как компания развивалась, как она вообще деятельность ее. Различные промо, социальные доказательства. Вот этот вот фактор, социальный доказательств. Это самое важное, что есть вообще в принципе, в социальных медиа, потому что люди верят людям. Отсюда и популярность блогера, потому что люди покупают у людей, люди доверяют людям. И когда блогер выкладывает миллион отзывов там о своем курсе, не важно, что написано подружкам, не важно, что написано его подружкам, вот, миллионы хвалебных отзывов, миллионы там всяких красивых там оформленных вот этих вот отзывов. Какая-то там барышня, которая такая сидит, снимает фотки, снимает, значит, сторис на Android на фоне ковра, такая, мне так помог этот курс, я заработала уже миллион, а у нее дома ковер такой из Советского Союза висит, и просто на фоне миллиона. Но это социальное доказательство, это работает. И вторая такая вот, вот девушка с ковром, такая дома, такая, блин, ну если у нее есть миллион, значит, у меня будет миллион, куплю этот курс и на миллион миллионов куплю. Вот. Поэтому через сторис это идеально транслировать. И, соответственно, ну, различные развлечения, как бы, гемификации, люди любят нажимать, люди любят выбирать холодное-горячее, поэтому механика через плюсик у блогеров размещений до сих пор работает, потому что люди любят потупать просто в экран. Им это прикольно, им это нравится. Вот. Но помимо всего прочего, не нужно показывать, что только хорошее, нужно показывать, что есть и проблема. Когда у компании все дюжи радужно, птички полеют, прекрасное настроение, все в таком воздухе, а на улице, это вот мы возьмем кисть белорусского бренда косметики, у них на улице митинги, просто жесть какая-то творится в стране, непонятно, там военное положение уже введено, косметический бренд, доброе утро, девочки, как дела, девочки, как ваше настроение, девочки, а все наклеили пальчики. И представьте, какой они хейт получили только лишь потому, что они поддержали гражданскую позицию. На них столько хейта вылилось, что они потом блокировали аккаунт сами, то есть они его добровольно удаляли из Инстаграма, и активировали, только когда там стояла стабильная обстановка в стране. Прикиньте, сколько они убытков вынесли. Но, опять же, вернемся, всеобщая политическая ситуация в стране и локальная политическая ситуация в стране это две разные вещи. И беря на себя ответственность трансляции каких-то политических ценностей, вы можете понимать, что тут вы получите людей, а тут вы наоборот будете лояльны. Если мы берем Беларусь и белорусскую ситуацию политическую и вообще в принципе какая-то ситуация сложилась, в такой ситуации бренду было лучше вообще молчать. Как это сделали другие умные бренды белорусской косметики и других вещей. Они просто отмолчались. Они не стали никаким образом позитивно, негативно транслировать свои ценности. Кто-то про транслирование негативно. Что с этим брендом сейчас неизвестно. Кто-то про транслирование позитивно получил волну радости и всего остального, но мы тоже теперь не знаем, что с ними. Те, кто отмолчался, по-прежнему работают. Поэтому это всегда колоссальная ответственность за свои слова, за свои деятельности, за свои поступки. Далее, для того, чтобы прорабатывать влияние, фактор влияния любых социальных медиа, у вас должна быть матрица интересов. Как составляется матрица интересов? Вы составляете, то есть, если вы работаете в пресс-службе, вы должны в первую очередь понимать, для кого вы это делаете. То есть, составляете направление деятельности, которые максимально близки для аудитории. То есть, социальный фактор. Социальный фактор это какой? Помощь детям, котикам, всем остальным, собачкам и тому подобное. Далее, к этим социальным факторам, которые вы прям выписали, вы подбираете слова-синонимы. Например, помощь бездомным животным может в итоге привести вас к тому, что вы будете защищать права каких-нибудь вымирающих видов тигров в каком-нибудь орловском поле. Не важно, что там никогда не было, но факт остается фактом. Далее, вы высеиваете похожие сферы и из похожих сфер уже идете в смертную сферу. То есть, грубо говоря, защищая котиков в первом ряду, вы можете уйти вообще в защиту прав несчастных негритянских женщин, которые нуждаются в поддержке на территории Российской Федерации. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Я разбирала это подобное на сегменте продажи правильного питания и разбирала я их на центре оказания услуг мой бизнес, что в итоге девочки-маникюрщицы, которые сидят где-нибудь в зале являются нашим целевым клиентом, потому что они впоследствии могут создать новые рабочие места и открыть свои условия с этой занятий. Итак, основное направление вашей деятельности? Трудоустройство. Какой синоним слово трудоустройство? Работа. Работа. Какая похожая сфера с работой связана? Похожая сфера с работой. Сфера с работой и похожая сфера с работой. Там трудоустройство специфическое и путешествие может быть. Мы сейчас берем просто глобальную сетку, да? Работа. Схожая сфера с работой. Близко. Чем человек может зарабатывать, если он не работает на основной работе, а ему нужны деньги? Подрабатываться, фриланс, еще что? Как можно по-другому фриланс назвать? Самозанятый, 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 и дальше самозанятый, смежный связь самозанятый, предприниматель. Вот так выстраивается сфера, то есть от крупного к синониму, от синонима к похожему и так далее. И, соответственно, вы так разбиваете каждое направление своей деятельности. Трубая, вы берете работу, работу вы делите на те части, которые вы предоставляете. Работа туризм. Туризм, дальше, синоним туризма. Путешествие, еще что? Отдых. Отдых. Еще что? Путешествие. Путешествие, отдых. Ну, давайте возьмем отдых. Отдых, похожая сфера. Похожая сфера. Развлечения, кемпинги и так далее и тому подобное. И в каждой из этих сфер вы можете найти заинтересованных людей в вашем продукте. Потому что таким образом вы высеиваете сферы, то есть вы никогда не можете подумать, например, что чуваки, которые тусуются в кемпинге, могут быть как-то связаны с российскими студенческими отрадами. Ну, вот они сами по себе там тусуются, с пятером, например, где-то. Сашула. Но, грубо говоря, перевернув это немножечко в другую степь, ты понимаешь, что все равно это все взаимосвязано. То есть, по сути дела, вы выписываете крупную сферу и дальше составляете майндкарту максимально мельникой. Я не стала ее сюда вставлять, потому что она очень большая, очень мелкая, и ее тут не видно. Но вы можете написать мне в инстаграм, я вам скину адресу интереса. Вы посмотрите, как это выглядит со стороны. То есть, вплоть до того, я разбирала сервис доставки правильного питания. У меня там были уже и астрологи, и всякие нумерологи, и все с такими. Потому что астролог, нумеролог это йога, йога, в принципе, это чем бы связано с ЗОЖ, ЗОЖ это правильное питание, правильное питание на страду. И реально, грубо говоря, таргетирую рекламу на козерогах из ОГЛА, они покупали. Вот так вот. Поэтому это очень такая классная штука, то есть вы не идете по сегменту целевой аудитории, как Татьяна рассказывала, вы не рассказываете, вы не разбираете там Майя Жей и так далее, чем занимается, чем увлекается. Вы идете от обратного. Вы идете от сфер, где может теоретически находиться ваш целевой клиент. И уже эти сферы вы прорабатываете. Далее. Естественно, в работе пресс-службы очень важный фактор это эффект на весны. Все новое всегда вовлекает, поэтому факт-чекинг, тренд-вотчинг и прочие вот эти безобразия тоже очень важны. Если у вас вылетает пресс-релиз позже остальных, это очень плохо. Все ваши сторис, идеи, посты должны вызывать резонанс. Никому неинтересно читать сухие пресс-релизы со словами 20-го числа в ОКУ прошло такое-то мероприятие. Оно прошло при падежке такого-то, такого-то, еще какого-то. Выступили те-те-те-те-те, пятые-десятые и рассказали про вот такие штуки. Кому это интересно? Никому. это везде. И любые вещи должны вызывать резонанс. Каким образом формируется резонанс? Первое это идея. Первое это идея, потому что идея это самый важный фактор. Если у вас нет идеи, у вас нет поставок. Ну и в принципе пресс-релиз. Далее, что он должен содержать? парадокс. Повестку дня. Ценность, действие и юмор. По такому примеру у нас строятся новости на любом федеральном канале. То есть зачем о новостях на первом канале расскажут, где в какой-то глубинке какой-то пьяный мужик голубь пробежал по центру города. Вот зачем это в новостях на первом канале? Потому что это в первую очередь парадокс, потому что люди такие «А что? В смысле я про Украину слушал, про Сирию слушал, про все слушал, а тут мужик голубь». Соответственно, это заставит человека пересмотреть выпуск новостей для того, чтобы еще раз просмотреть про этого мужика. Он еще раз его просмотрит, но помимо всего он послушает повестку дня, которая важна. Соответственно, повестка дня. Далее, ценность. Информация всегда должна нести в себе ценность. Она должна всегда быть ценность. Ради чего вы даете тот или иной пресс-релиз? Вот кому это может быть интересно? Кому это вообще в принципе должно цеплять? Действие. То есть зачем человек это прочитал? Он прочитал и что дальше? Если у нас нет никакой идеологической задачи вовлечь в себя, то пресс-релиз не имеет смысла. То есть пресс-релиз должен нести не только фактическую информацию, что было, будет и станет. Пресс-релиз должен нести в себе информацию, что ребят, мы такие классные и вы должны быть с нами. Он должен вести в первую очередь вовлекающие функции. А уже потом все остальное. Ну и юмор, потому что юмор это цепляет больше всех. Ну соответственно, когда ты будешь сидеть, смотреть федеральный канал и увидишь, что голый мужик пробежался по пацану как будто Ленинграда, это будет смешно. Потому что это прикольно. Особенно если они видео прикрели, знаете, с какого-нибудь телефона, который только пиксельное изображение, максимально. Как будто бы снимали неизвестно с чего, просто, не знаю, с тарелки инопланетные. И еще так обязательно повестка дня сменится, когда диктор будет кмт. Ха, представьте, какая ситуация, какая неловкость, какая неловкость. Вот. Ну и соответственно, чтобы добиться успеха, нужно рисковать, страдать от нехватки времени, это наша работа. Седые волосы это тоже наша работа. И нужно инвестировать в подписчиков. подписчики это новый квадратный метод. Это говорил Микрошин. Вот. Я ей верю. Поэтому работают в равной степени и таргет, и реклама у блогеров. И сейчас мы с вами перейдем в блок продвижения у блогеров. И я буду заканчивать, наверное, я уже долго рассказываю. Каким образом мы продаем у блогеров? С помощью контента. Всегда. То есть, соответственно, мы вовлекаем, продаем, удерживаем внимание с помощью контента. Вот. В первую очередь главная ошибка любого блога, любого аккаунта коммерческого. Не ввести в сторис. Я уже об этом говорила. И к блогерам идут за двумя вещами. В первую очередь лояльный охват основного ядра аудитории, про который я говорила ранее. И контент, про который я тоже говорила ранее. «ЕР РИЧ». Кто не знает, что это такое? Кафе Ценш вовлеченности. Суммальное количество всех действий, всех взаимодействий с постом или с аккаунтом, которые есть на текущий момент, по множеству на 100%. Это называется «ЕР». У адекватных блогеров он находится на пределе 10-20%. Если вы заходите на рекламу у блогеров, а у него «ЕР» в районе 3%, не идите к рекламу о таком блогере, потому что из живых людей 3%. То есть, по сути дела, это та штука, которая определяет, сколько людей по взаимодействию с вашим контентом. Ну и, соответственно, популярным блогерам не доверяют. И почему идут к маленьким? Это суперлояльность. Потому что еще у маленьких блогеров это воспринимается как будто это живой человек и что-то рекомендует. А живой человек тебе говорит такой «Так, классный шоурумчик». Пойдем, со мной тебе покажу. И ты это покупаешь. У крупных блогеров это выглядит со стороны, конечно, не очень хорошо, потому что ты уже понимаешь, что это купленная реклама. Когда Гусей Мгасанов говорит «Приходите в этот ресторан», ты понимаешь, что он уже купленный. Но это все круто, дешево, но есть одно «но». Микроинфлюенсеры не умеют работать с рекламой. В принципе. Вот. Поэтому блогеры идут в зал. Одной очень важной вещь. Это тональность коммуникации. То есть та имиджевая часть, которая может сработать на малое ядро аудитории. Как блогер, маленький блогер о вас скажет, так он и будет. Потому что, по сути дела, вы покупаете позитивный отзыв от простого человека, который скажет, «Блин, вот эта компания классная, пойдемте туда, типа, сходим, вообще поинтересуемся». И, соответственно, другие люди, другие люди увидев это, если они ему доверяют, они также вовлекутся в эту вещь. Далее. Также срабатывают очень круто эмоциональные триггеры. То есть вот эти штуки, триггеры, знаете, что это такое? То, что максимально цепляет. Срабатывает всегда любовь-романтика, всегда срабатывает доминирование, мощность, власть, потому что это раздражает. Всегда срабатывает триггер «Я лучше тебя». Это тоже раздражает. Срабатывает желание контролировать, то есть всегда люди на это будут реагировать, да? Срабатывает фактор семейных ценностей, срабатывает фактор веселья как награда и срабатывает фактор самосовершенствования. То есть если ваша компания несет вот эти позиции массы, что «Мы всех любим, мы такие классные, вот у нас тут поженилось два-три человека». Почему очень часто на этом делают прям акцент? Потому что все-таки «Боже, они такие милые, давайте разделим их ценности». Тот же самый триггер с доминированием мощности власти. Кого-то это будет раздражать, кого-то это будет наоборот привлекать. У нас есть в психологии несколько таких штучек, есть как объезд, есть понятие жертвы. Вот 90% людей объют, 90% жертвы. Это 180 получается, у меня не очень хорошо с математикой, но вы меня поняли. Триггер «Я лучше тебя» это тоже раздражительный фактор. Никому не нравится, когда кто-то говорит, что он лучше кого-то. Особенно конкурентам. Вот вам триггер конкурентного преимущества. Желание контролировать то же самое. Почему в работе пиарщика важно отслеживать все тренды? Потому что когда ты владеешь информацией, ты владеешь миром. Это не для кого не секрет. Семейные ценности, опять же, к любви романтики, веселье как награда. Когда компания серьезная, она приори скучная. Если компания скучная, с ней неинтересно. Когда вы даете возможность веселиться как награду для вашей аудитории, организовывая какие-то фесты, корпоративы и так далее. Вот яркий пример, да, адреналин заходили туда как партнеры, они выкупили в полности мероприятия и проводят вот эти вот фесты на украинских мотоциклах летающих, приводя туда почти половину своей аудитории. И все, висели как награду. Просто смотреть за деятельностью компании не очень интересно. Ну и соответственно самостоятельствование это когда даже первое лицо компании показывает в эфире как он действует. Яркий пример такого понятия это наш президент Владимир Путин. Раз в полгода выходит стабильно какой-нибудь фильм про него на первом канале где показывают как Владимир Путин скачается, занимается дзюдо, делает какие-то вещи, едет на коне и в какой-нибудь прекрасной физической форме в своей там сколько там лет. Вот. Я постоянно не знаю сколько лет. Но сам прикол в чем? Для чего это, Наталья? Чтобы люди, которые смотрят этот канал понимали. у нас сильный президент. Для своего возраста он в офигенной форме, он имеет какое-то влияние. Другие же, те, кто смотрят на Западе, они смотрят наши новости. Тоже такие, блин, у них президент в своем возрасте едет на коне и фигачит дзюдо. А, да, и потом создался, мем, когда он был на медведе, если кто-то помнит, да, фактор самосовершенствования. Он себя совершенствует, значит, он может таким образом, он сильный, он может управлять своей стороной. То есть, работает это по такому принципу. И он это не транслирует в соцсетях, он это транслирует как раз-таки через федеральный канал, по сути, который является его социальными сетями. Поэтому следят за героем, а у героя всегда есть враг. Это даже касаемо и персональных брендов, это касаемо брендов компании. Обратите внимание, маркетинговые войны шли всегда, и они будут идти всегда. BMW, Mercedes, McDonald's, KFC и так далее. Самый яркий пример последней маркетинговой войны кто-нибудь смотрел рекламу McDonald's, где две бабульки сидят и едят чеки Макнагенс, и смотрят на мальчика, который занимается в зале. Она сейчас идет активно по первому каналу, и не только по первому каналу. То есть, две бабульки сидят и смотрят, как мальчик-качок, красивый, качок в желтой маечке, такой занимается, а рядом сидит мальчик в красной маечке, и который не может даже подойти грамотно к тренажеру. Камень в огород, то есть, и самый главный тридер, что типа подражателей много, Chicken McNuggets один. Это связано с тем, что компания KFC у себя ввела, так что никакой западок. Вот вам яркий пример маркетинговый рынок. Далее. Про продающие макеты это внимание, интерес, желание и действие. То есть, любая реклама, которую вы пускаете, должна срабатывать на несколько триггеров. Это внимание, интерес, желание и действие. внимание, да, мечтаешь выучить французский, ты уже захватил фактор внимания. Интересно, я знаю, как исполнить твою мечту. Ты такой, м-м, что-то есть, да? Желание. Все за три дня ты выучишь основные разговорные навыки и далее действие. В свайпойке записывайся на бесплатный мастер-класс. Потому что через бесплатный мастер-класс можно продать кучу платного всего остального. Вот. Это называется продающий макет. Макет может пускаться на таргет, макет может пускаться на рекламу к блогерам, макет может быть вашим уникальным торговым предложением. То есть, если вы, грубо говоря, снимаете иначе вы ролик, видеоролик, для того, чтобы вовлечь аудиторию, он должен состоять из вот этих четырех триггеров. Потому что, если в них не будет просто «Здравствуйте, меня зовут Маша, я в российском патриотическом отряде, вы можете к нам прийти?» Это никому не зависит. Начинаем всегда со внимания. Люди всегда смотрят, тогда внимание. То есть, если эта Маша влетит в кадр, влетит в кадр и скажет «Чувак, давай с нами!» Он такой «Чего? В смысле? Что это значит? Что значит давай с нами?» И дальше она рассказывает типа «Мы российский студенческий отряд и мы занимаемся трудоустройством. Мы поможем найти тебе работу буквально за три дня приходим на нашу на спер-класс по трудоустройству. Бесплатно в регистрации у нас. То есть, это будет вовлекать больше, чем просто вот-вот будет стоять и пяток с ручником с словами «приходите» и «уходите». Это называется все вместе взятым офер. Что такое офер? Офер – это уникальное измеримое обещание, которое решает проблему, закрывает двое клиентов. То есть, ваш макет, ваше рекламное позиционирование должно состоять полностью из офера. Соответственно, с ценной для подписчиков и любой другой аудитории информации, как сделать офер. Офером из экрана клиентскую потребность. Кто ты, что ты предлагаешь, как я могу тебе это купить и как оплатить. Вот это схема классического офера. Но, помимо классического офера есть еще вот такая штука. PMPHP Painful Pain Hope Solution Боль больше боли надежда решения. Это вот тоже формирование классического офера. И как он мы на примере. Есть одна нездоровая группа продуктов, которые едят 90% детей на завтрак. И именно эти продукты подрывают иммунитет ребенка. Узнайте, что это за продукты и больше не совершайте ошибок. Скачайте мой кайт по иммунитету сегодня бесплатно. А теперь смотрим по классике. Pain, боль. Есть одна нездоровая группа продуктов. Представьте, вот сидит мама, смотрит блогершу, и блогер подходит. Есть одна нездоровая группа продуктов, девочки, я узнала. у меня тут знакомая работа просто признак я узнала. Боль. Далее. Больше боли, которую едят 90% детей на завтрак. Там уже эта декретница будет сидеть в истерике, потому что 90% детей на завтрак это же по-любому мой ребенок. Она не исключает, что блогерши просто за это заплатили. Нет. Для нее вот все, 90% она его уже мысленно похоронила. И именно эти продукты подрывают иммунитет ребенка. она прям больше боли. Она готова отдать любые деньги, лишь бы у нее бы это купили. Точнее бы ей отдали информацию. Надежда. Узнайте, что это за продукт. И больше не совершайте ошибок. То есть у нее появляется свет в конце туннеля. может узнать, что это за продукты. Ее ребенок останется жить. Мать супергерой спешит на помощь. И далее решение скачать мой хайпл. У меня дед еще и бесплатно. Для нее эта блогерша станет вместе с президентом рядом портретом появится. Она спасла ее ребенка. Хотя по сути дела проблема выдана из пальцев. Просто вот взяли и напугали это называется по сути дела ценностный прогрев. Когда совпадает по ценностям. Вот мать, которая гиперопекает своего ребенка, вот для нее вот этот ценностный прогрев совпал именно с спасением своего дитя. и продажа блогера очередного курса. То же самое и у вас должно быть. Вы должны совпадать с людьми по ценностям. И когда вы будете предлагать свои услуги с помощью ценностного прогрева, вам будет проще, потому что вы будете отсеивать свои кучи, разделять по ценностям и внутренним состояниям и погружать человека в ваш личный контекст. То есть почему люди очень часто активно заниматься спортом. подруг качается в зале, третий качает в зале. ты уже понимаешь, что как бы сидишь и ничего не делаешь. По сути, дело, твои друзья тебя прогрели по ценностям на покупку обоняют этот федерал. У вас должно быть точно так же. Есть еще понятие нишевого программы. Это как раз таки продажа вашей сферы через борт целевой аудитории. Причем вы продаете не работу. вы продаете вашу сферу. То есть если вы знаете, что сейчас стоит проблема трудоустройства студентов, вы активизируете эту проблему и продаете как раз таки через эту проблему, что ребят, через нас можно найти решение. Что мы не просто какая-то организация из трех букв кольцов. Что мы можем вам помочь через такие действия. Ну и собственно почему бывает блогеры отказываются рекламой, когда к ним неправильно заходят. Заходят по неверному запросу, не сошлись в интересах, противоречат концепциям блогера, нет ценности для блогера, нет концепции, плохой резон, нет упаковки и просто не панель. То есть грубо говоря, если вы заходите например к блогеру, который является предпринимателем и кличится тем, что у него лучшая компания на рынке, и вы заходите к нему с позиции что мы российский студенческий отряд и мы хотим работать с вами в концепции того, что вы предприниматель и вы организовываете рабочие места, а мы эти места тоже на них делаем акцент, то он вас возьмет на рекламу. А если вы заходите к блогеру, у которого мать десятерых детей, у которых к работе вообще не имеет никакого отношения, она как правило окажет. Либо сделать, если это допустим пожарные, то два десятерых детей будет сегмент карты интереса целевой аудитории. Вот как раз таки где слайд с котиком это как раз таки про это. И поэтому очень важно разделять сегменты. Потому что вы когда поймете, возьмет вас этот человек на рекламу или не возьмет. Вот например возьмем визуально блогера, ну например я, у меня нет ни детей, никого, я не предоставляю рабочие места, там еще какие-то вещи. Ко мне вот заходит российский студический отряд на рекламу и говорит прорекламируйте что мы предоставляем работу. А мне это не особо интересно. Естественно я откажу. А если я такая позиционер что у меня в команде 10 тысяч людей я есть такое зайди ко мне на рекламу и я наоборот прорекламирую. Ну то есть вы смотрите всегда на посыл блогера. Вот. Поэтому всегда мы составляем предложение с явной выгодой. Рассказываем об этом предложении объясняем почему именно оно нужно. Усиливаем и конкретизируем фактами и далее ограничиваем по времени. Почему нужно совершить действие прямо сейчас и через год. Ограничение по времени это вообще очень важный фактор в работе рекламы. Потому что инфоповод горит день. Обсуждает его неделю. Дальше он сгорел. Соответственно если вы заходите на рекламу вам нужный результат прямо сейчас. Потом уже будет неинтересно. И вы должны тоже об этом понимать и тоже ограничить. Далее. Ну и соответственно как искать блогеров. Ищем блогера которые просто нам нравятся. Смотрим на него недели две. Если огонь проверяем через сервисы. Предлагаем сотрудничество узнаем цену в первую очередь. А потом уже предлагаем маркетов на размещение. И выставляем техническое задание и контролируем размещение. Так или с любой другой информацией. Не только касаемо вашей российской студии и впоследствии если будете работать с службой то работается именно так. Где мы ищем? В сервисе поиска блогеров есть трансферов сервис. Очень классный сервис. Есть сервис лайтдюм. То же самое высеиваем по городу. Высеивает по всему. Есть чаты в телеграмм. Различные чаты в телеграмм по поискам и руками как это делаем. Вот. Вот три способа. То есть трансферу вообще вы забиваете одного блогера проверяете его на накрутку и он вам подтаскивает еще 500 таких же похожих человек по целевой аудитории по интересам и в принципе похожих ребят на которых можно зайти с такой же рекламой. Есть еще фактор работы по CPC с блогером это оплата за комиссию с продаж но например касаемо вашей деятельности это не работает но если у вас была бы какая-нибудь подписка например на какой-то вестник или на что-нибудь еще и блогер продавал бы этот вестник то тут уже можно как раз таки работать по CPC это cost per sale то есть во-первых у блогера нет ограничений по конорару вот и эта акция максимально выгодна подобные взаимодействия можно проводить через getblogger потому что можно проконтролировать сколько реально от этого блогера купили вручную это делать не рекомендуется потому что не всегда можно проконтролировать вот яркие примеры подобного взаимодействия кинопоиск тогда ходил с блогером крупным инфлюенсером тиньков так заходил комбо око и все остальные ребята они заходили под комбит и они еще заходят через агрегатор сервиса поиска блогеров то есть не только getblogger еще и другие сервисы такие они размещают свою рекламу и они смотрят конверсию от конкретного блогера сколько от блогера купила столько блогера получил денег вот и все не купил его проблемы и фактор взаимопиара бартера и рекламы если вы понимаете что блогер гарантирует вам 30% перехода вы можете у него покупать рекламу если блогер не может гарантировать 30% перехода с рекламы лучше идти на бартер вы смотрите опять же вовлеченность вы смотрите активно аудиторию то есть ну как бы когда у человека там 10 тысяч подписчиков да и 50 лайков под постом ну как бы это уже видно мне кажется каждому вот и соответственно ER ниже 10% которые вы можете посмотреть через сервис чтобы это не самому считать через формулу а просто в сервис блогера загнал смотришь да 5% ER бакл если у него выше 10% ну тут уже как бы нелогично соглашаемся на коммерческое заменение ну и соответственно какие есть ошибки да маленький блог идет в миллионку это любой коммерческий некоммерческий блог когда выйдет к миллионнику он либо вас сольет либо просто вы не получите должного эффекта потому что их аудитория миллионников заходит смотрит малое количество подписчиков не вывлекается невнятные тезисы 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 это ваше про которое я говорила в самом начале ваш блог не готов к рекламе то есть он просто не готов то есть там даже что-то профиль если уж об этом говорить да вы пишете не по теме то есть вы заходите что мы такие активные ребята да про трудоустройство к вам заходишь в профиль а про трудоустройство ну как будет соответственно аудитория уходим ну нет цены понятно да не плохо витрина то есть купи-купи-купи это уже не работает у вас просто скучно это как раз таки что я говорила в самом начале что блог не должен быть скучным даже если он коммерческий сам блогер плохо как рекламная площадка вам некомфортно с блогером в личке у вас конфликт интересов и вы не слушаете интуицию вот вот эти вот факторы они очень выдают ошибки что такое блогер как рекламная плохая рекламная площадка это блог с другой целевой аудитории это блог который вырос на гилах соответственно блогер дает больше одной рекламы в день блогер не авторитет для аудитории блогер халатно относится к рекламе и не готов работать с вашими теннисами вот вот эти вот вещи это прям основные ошибки а вот это написано кровь кровь и смс как у пиашек которые заходили на рекламу блогера если блогер планирует гиф не идите к нему рекламу то есть явно дается понятие что блогер вырос на гилах на конкурсах на гибах а это холодная аудитория холодная аудитория не подписывается не покупает не интересуется она просто висит количество вот шапки на странице мертвую и все если есть у вас сомнения подойдет вам этот блогер или нет ну вот вроде-вроде все а то что тут но не идите к нему на рекламу если в сторисах у блогера атмосфера ненависти хейта и хайпа забудьте потому что придет такая же аудитория которая будет хейтить хайпить унижать оскорблять и все так сказать все вот эти немодные слова вашим профилям а нам можно вопрос да вот вы говорите типа если вырос на гилах не идите в рекламу ну тот же самый Гусейн Гасанов у него постоянно реклама есть потому что рекламодательный вот и все они смотрят на его количество подписчиков 10 миллионов о давайте яркий такой кейс когда есть неграмотное реальное размещение Ольга Бузова какой-то косметический бренд сейчас не вспомню какой купила рекламу Ольги Бузовой заплатил ей около 7 миллионов рублей за стоимость чтобы она такая это косметика косметика которая пользуется она стал все по тезисам она стал все правильно знаете сколько на блог подписалось 7 человек а можно вопрос у нас есть такой блогер Геннадий Горин у него по 2 миллиона подписчиков вот что вы скажете как ему удалось секрет успеха в чем только в этом дело а у него аудитория как бы не только же орловский у нас нет миллиона по всему миру по всему миру youtube не только орловский но он исключительно какой то такой получается он строит свой контент а точнее то есть в чем то уникальность ведь таких не много но это уникальный как сказать как вы сказали дурак вот это причем не моя позиция это позиция общественная на друга любят смотреть всегда интересно смотреть на человека который вот вот делает какие то вещи которые неосознанно и люди любят над этим смеяться люди любят над этим угарать как говорят и соответственно Геннадий Горин позволяет дает тот контент который люди хотят видеть вот и все он уникальный получается просто Геннадий Горин достаточно приземленный блогер но тот же Гусейн Гасанов просто упакованный Геннадий Горин вот и все просто Геннадий Горин у которого есть несколько миллионов рублей на счету в самом начале его карьеры вот и все ну то есть вы не видите там никакой оригинальности в нем никакой вот каких-то душевных каких движений вот просто дурачиться и это смотрят Душевные движения никому не интересны это не окупается в интернете в пиаре в принципе никому не интересны внутренние интересна упаковка которая очень вкусно продана Геннадий Горин это та упаковка которую хотят видеть люди грубо говоря Геннадий Горин для аудитории это тот сумасшедший сосед которого мы не видим за закрытыми дверями но видим периодически как он бегает с топором по двору я понял да вот а по сути дела так как Геннадий Горин что снимает из своей квартиры для аудитории это тот человек который можно заглянуть в квартиру и посмотреть что он делает в холодильник даже в холодильник даже хорошо соответственно как определить накрутку блогера визуальная оценка как я уже говорила проверка через сервис лайндюр проверка через сервис и потом запрашиваем потому что статистику он может вам скинуть за последний год где-то он хайпаном у него выросло вы такие о циферки классные а по факту вам нужна статистика за последнюю неделю далее чего хотят в принципе бренды они хотят нормальной коммуникации как я уже говорила и они хотят выстроить плодотворные доведительные гибкие отношения потому что опять же блогер это фактор влияния если у вас есть свой блог через который вы можете транслировать свои ценности это идеально вот например Вика у Вики 1200 подписчиков с ней работают просто Виком с ней работают кто с тобой еще работает не дайте вспомнить кто еще Знаменский Знаменский с ГТС не работает и еще очень много крупных компаний зачем потому что Вика блогер да 1200 подписчиков это блогер она им может дать контент пользовательский который нужен им она может дать им фактор положительного влияния и смотря на красивую девочку в инстаграме которую они например и постят к себе в аккаунты люди ей доверяют больше чем например они бы выложили пост купите нашу говядину за 300 рублей а она а они ей дали на рекламу эту говядину она ее нарезала красиво и не продали говядину какая разница вот она ее нарезала красиво сфоткала красиво упомянула их потому что им это нужно и так на постоянной основе потому что разовая акция это никому не интересно она пролетела и забыла а когда это на регулярной основе это круто Ростелеком ее сотрудничество с Ростелеком было достаточно интересно у нее блок про туризм она занимается туризмом соответственно когда у Ростелеком осталась задача по актуализации местного туризма первым блоком к которому они зашли стало видно и что мы сделали мы съездили на пресс-тур в Тульскую область сняли соответственно по техническому заданию ролик который нужен мы сняли ролик про Арловскую область вот про кулинарные так сказать бренды которые присутствуют в Арловской области в итоге наш ролик победили им это надо викаем как медийное красивое лицо которое реально выделялось среди всех участников этого конкурса потому что все остальные просто взяли каких-то ненятных людей которые так вот ходили и не понимали что им делать а ей выставили ПЗ как блогеры и сказали ты должна вот так вот идти и говорить доброе утро мои дорогие подписчики я сегодня на Туле и сейчас мы с вами пройдем по самым классным экскурсионным местам и это вовлекло это вовлекло поэтому иметь большую хорошую аудиторию это уже недостаточно для любого блогера это достаточно чтобы войти но фактор влияния фактор взаимодействия лучше пойти к маленькому но эффективности будет больше вот ну и сейчас последнее что убивает аккаунт это цена в директ неопределенность в жизни контенте и вообще что происходит профили под копирку никогда не повторится другим профилям ворованный контент сто процентов продающий контент прямые продажи без вовлечения непонятно что вы в принципе предлагаете продаете вот и работать как раньше как работала в 2015 и ранее поэтому нужно планировать вашу жизнь активную социальную жизнь активную социальную политику активную в принципе позицию а не контент с вами была Альбина Кравченко подписывайтесь на мой инстаграм ставьте лайки пишите я вам расскажу все все да у вас вопросы какие-то остались? да вперед вопросы если вопросов нет я хотела бы чтобы вы сейчас озвучили что вы поймете от этой лекции с собой что вы для себя почерпнули в том контексте в котором вы работаете потому что в принципе все что говорила Альбина это в разных сферах но вычменить какие-то именно сущность суть да и можно это использовать и применять в вашей сфере в вашей работе чтобы для себя сейчас вынесли из этой лекции новые идеи постов эмоциональные триггеры вот как правильно строить пост парадокс повестка дня действия ну вот это классная штука ну да сначала выстроить ценности свои и вообще и потом уже все оформлять грубо говоря потому что из пустоты ничего не бывает как правильно построить свои идеи посредством сливой аудитории чтобы понять рассказать интересно ли это им вообще то есть как это сделать и еще какие то вот я допустим видела такие две яркие места которые можно использовать мне интересно услышали ли вы эти мысли в контексте вашего сообщества что мы смотрим не просто по целевой аудитории то с кем будем взаимодействовать а еще немножко другой более обширный смотря на этот процесс еще какие то мысли можно сказать в смысле если конференция думает что это лучше все то это хорошая мысль о том что люди обращаются к людям люди слушают людей и взаимодействуют с людьми не не а человек человек лица и по поводу то надпись интересов это мысль за которую я зацепилась что с какими сферами с если это хозяйственные отряды это может быть какие то фермеры сообщества почему бы нет эко туризм какой нибудь поэтому в любом случае расширяйте просто сделайте шаг назад в плане того что расширите свой горизонт и вы увидите возможности больше еще очень разумная мысль что один то есть один добрый человек приведет с собой пятерых а злой десятерых то есть вот вы могли бы наверное заметить в интернете очень часто вокруг каких-нибудь блогеров негативного толка очень быстро образуются аудитории поклонники фанаты и это растет и достигает просто каких-то ужасных размеров порой хотя на самом деле люди уже далеко отбились от истины и в негативном толке трактуют события какие-то в таком причем негативном толке просто уже за пределами и поэтому не стоит акцентироваться на хейтерах на вот этих злых всяких людях на людях объединяющих вокруг себя людей по негативному в негативном ключе а лучше вот так сказать вообще их исключить то что один негатив перейдет десятерых вот это очень позитивная мысль спасибо 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 пишите в инстаграм если что посотрудничаем обязательно спасибо большое спасибо 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 с а еще какой я использую хайп аудит но он американский и он не рассматривает аккаунты которые ниже тысячи подписчиков вот он тоже прям дает прям детальную оценку вплоть до того кто подписан на человека прям не просто вот как он инстаграм прописывает да креатор и так далее а он прям чисто прям поинтереснее очень полезный этот сервис ну вот 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 я им только пользуюсь я даже лайк думаю сейчас меньше стало поделаться потому что тут уже много наворотов а по факту информации мало а лайк дюм он как раз вот вот триллер дает как раз таки полный прям отчет по блогеру ты видишь кто какая активность какая последняя была активность не сам сидишь вычисляешь количество лайков комментариев постов и все в основном он делает все это из тебя вплоть до того он тебе показывает последние упоминания в сторис всех аккаунтов которые упоминали в блогер в сторис да есть если ты знаешь кого он рекламировал за последние 2 недели ты не знаешь рекламировал ли он твоих конкурентов. То есть он выдает все пути упоминания. Мне очень нравится. Я все-таки очень хочу сказать, что для вас это максимально полезно. Если вы не хотите сами задавать вопросы, я вас прошу ответить на вопрос, какие механизмы, способы, пути, продвижения вы для себя выделили, какие вы можете сами использовать в своей работе. Мы можем сейчас попросить Альбину, чтобы она тезисно, кратенько резюме подвести, что они могут использовать, конкретно они в своей сфере. В первую очередь общаться, общаться с аудиторией вживую. Это живое общение, фактор живого общения. Не историк никогда не отменял. Перестать бояться снимать, например, те же stories, писать посты и говорить, что это не для меня, это не мое. Второе, это понимать, для чего ты это делаешь и работать с концепцией такой «Я хочу, чтобы кто думал, что я какой и делал что». То есть, вот эта конструкция, она будет, если вы прям ответите для себя на этот вопрос, в первую очередь, «Я хочу, чтобы кто думал, что я какой и делал что». Если вы для себя ответите на эту конструкцию, вам будет проще, во-первых, сформировать свое уникальное торговое предложение, это даже касается и компании коммерческих, и двигаться дальше. Третий фактор, понимать, в какой момент вы готовы заходить на рекламу и вообще, в принципе, продвигаться, и понимать, для чего вы продвигаетесь. Не просто, чтобы набрать аудиторию количество подписчиков, набрать аудиторию количество подписчиков просто любой сервис открывается, на какую аудиторию вы хотите видеть у себя. Какие ваши миссии, ценности и факторы роста будущего? Куда вы планируете расти? Ну и потом, как неотъемлемая часть. Как, в принципе, вы получаете вообще подписчиков, будете делать на похожую аудиторию, где вы не соберете сразу. То есть, это не на тех. Только потом вы уже пробегаетесь, когда вы поймете, кто вы, зачем вы, и зачем вы это делаете. Причем даже так, кто вы, зачем вы. Потом упаковка. Да. А потом все, и все остальное. Ну и общение. Общение. Без общения сейчас вообще никуда. Как бы бывает такое, что ты это пишешь человеку, он игнорирует и отвечает. Вот это самая такая главная проблема, когда хочется, когда хочется делать именно вот не просто, допустим, отчет мероприятий, вот эти все такие факты, а именно как комментарий, вот что-то вот другое. Бывает человек, что забывает, и как бы вот как раз вот этот инфопомод, ну и все. Или когда, ой, я не знаю, что сказать. Ну, напиши что-нибудь сам. Если человек говорит, что он не знает, что сказать, вы должны подготовить за него. И сказать, вот такой вот фактор вам подходит, ответ или не подходит. Такой комментарий, подходит. Смотрите, я написала за вас. Вы можете это немножечко своими словами перефразировать теми словечками, как вы обычно выражаетесь и как вы обычно разговариваете. Чтобы это не выглядело собой такой человек, который общается по одному, потом внезапно такой, добрый день, дорогой. Он в основном high people, да, вот так их общается. Соответственно, ты предоставляешь ему уже блок информации, который он должен сам обработать. касаемо ответов не ответов. Большая часть людей, от которых хотят комментарии, от которых чего-то ждут, они за него идут. И у них не всегда есть реверс. Вот, Ирина знает, сколько она мне писала? С учетом того, что я вконтакте очень редко сижу, потому что, ну, как бы мне немножко перестало интересно быть по соцсети, я в основном на инстаграме. Вот, она мне писала очень долго, и я ей отвечала тоже очень долго, потому что я такая, надо ответить, надо ответить, и у меня вылетало из головы, потому что куча работы, куча рутины, и у тебя не всегда остается время для ответов. У меня ждет дирекция, если больше 50 запросов, и мне их надо все обработать. И, соответственно, если прям принципиально горит, вы можете позвонить этому человеку. Вот реально, если горит, не просто ждать ответ, пока он прочтет сообщение, ответит, вы можете позвонить. Телефон никто не отменял, и, как правило, у людей, которые ведут активную какую-то деятельность, они даже указаны и в шапке профиля, и кнопка позвонить, и прописывают люди контакты какие-то для связи, максимально близко, максимально удобно. То есть, например, когда мы прорабатываем такую вещь, мне, например, на стажировке людей говорить, что я не смог найти ответ на этот, этому человеку, ответ от этого человека. Я просто беру, набираю телефон, подаю вопрос, и говорю, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Он мне отвечает, я такая, сложно было сделать? Не сложно было сделать. Но, вот, как правило, просто наше время, век социальных сетей, век социальных медиа, все отпрыгут ли переписываться? Снег пошел. Я тоже снег пошел. Писаляйте. 24 апреля. Спасибо за просмотр. Сегодня 24 апреля 2021 года. Вы прослушали лекцию Алины Кравченко. Бренд менеджмент. Эффективное позиционирование и продвижение через блогеров. С вами был Дмитрий из Орла. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нужно было тоже сказать. Ну, обязательно и скажем, и покажем. Вот. Подписывайтесь. Очень интересная лекция. Спасибо вам, Алина. Было интересно. Спасибо вам большое. Спасибо.